Школа мам в 4-м городском родильном доме. С 31 июля по 6 августа в медучреждении проходит неделя грудного вскармливания. Женщинам рассказывают, как ухаживать за ребенком, как малыша нужно кормить, как купать, как о нем заботиться. Слушатели – женщины уже родившие и беременные. Неделя помощи, конечно, условная. Обычно в роддоме помогают и советуют каждый день. Сделано это скорее для привлечения внимания к проблеме грудного вскармливания. Сейчас многие женщины предпочитают использовать искусственные смеси, а это считают врачи неправильно. Это момент очень важный и здоровье, и финансы, поэтому без проблем соглашаются на грудное вскармливание. И для них, и для малыша иммунитет малыш. У мамы профилактика онкозаболеваний, контакт, то есть это на будущее закладка отношений. Тут только положительные моменты отрицательных совсем нет. Полностью подготовленными к родам и материнству сюда, как правило, приходят нечасто. Поэтому врачи и медсестры выступают в качестве психологов. Рассказывают, как нужно настроить себя на общение с малышом, что от здоровья матери зависит здоровье всей семьи. Слушательницы за такие советы только благодарны. Не боюсь, поэтому для меня я, наоборот, уже хочу побыстрее познакомиться с своим будущим ребенком. И, наоборот, хочется, чтобы уже... Страха никакого нет. Мне кажется, уже все позади и уже назад дороги нет. Поэтому тут хочешь, не хочешь. Интересно, что лекции здесь проводят, послушать. Потому что все-таки, когда первый раз, многого не знаешь. Хочется что-то новое для себя узнать, послушать. Четвертый родильный дом принимает весь удар на себя. Врачи не и материнство, и детство в коллективном отпуске. Поэтому здесь ожидали бэби-бума. Но его не произошло. В день рождается от 8 до 15 младенцев. Цифра для лета средняя. Врачи отмечают, что причина в демографическом провале – начало 90-х. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.